Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Политека. Как всегда, благодарим вам за ваше внимание, за ваше доверие. Не забывайте этому видео поставить лайк, подписаться на канал, пишите ваши комментарии, вопросы, что вас интересует, на какие бы темы вы хотели получить ответ. И вместе с нашими экспертами мы попытаемся это сделать в нашей программе. Сегодня с нами на связи Олег Иванович Стариков. Олег Иванович, моё приветствую, рад видеть. Здравствуйте, здравствуйте. Друзья, кто ещё не в курсе, Олег Иванович начал новую стезю. Кроме того, что он анализирует то, что происходит на фронте, он ещё и себя испробует в качестве блогера, но не просто развлекательного контента, а очень полезного. Поэтому, друзья, я хочу, скажем так, порарекламировать уже сразу в начале нашего разговора и блог Олега Ивановича Старика в Ютубе. Обязательно подпишитесь, найдёте ссылочку в описании к этому видео и в целом можете найти в поисковой строке Стариков. Ну и также есть две программы, два направления, которые также вам помогут лучше понимать, что происходит на фронте. Это Стариковские среды. Да, Олег Иванович, правильно? Не Стариковские среды. Да, и есть новые направления. Военное искусство. Ещё также очень подробно и детально Олег Иванович об этом говорит в своих программах. Друзья, обязательно вас приглашаем и много полезного и ценного вы найдёте на этих программах. Ну что же, Олег Иванович, мы начнём с вами, кто-то говорит такого долгожданного, кто-то говорит печального, грустного события, замена Валерия Фёдоровича Залужного на Сырского. И много есть различных уже комментариев, мы с вами кратко о них также детально поговорим. Но ваше, скажем так, первое впечатление, ваши эмоции, когда вы об этом узнали, как не только человека, скажем так, гражданского, но и того, который знает многие вещи изнутри? Ну, во-первых, я человек, я сторонник комплексного решения всех вопросов, а конкретно стандартов, директив и процедур, которые используют в цивилизованных странах при решении такого рода задач. Действительно, проходит время, и высшие военные руководители, их необходимо менять, надо менять. Ещё раз говорю, я сейчас не про фамилии, я про принцип. И второе, за два года человек устает, надо менять, он просто теряет уже острого взгляда, сам физически устает, и только такое всё пережил. Первый этап войны, второй этап войны, сейчас вот третий этап войны. Это необходимо делать, поэтому надо, может, не влить определённую новую кровь, это необходимо делать. Но я сторонник того, чтобы проходили предназначение на такие должности, должны быть соответствующие процедуры, выпусленные в законодательство Украины. Я их называю стандарты НАТО. Ну, кому-то это не нравится, ну, называйте их не стандарты НАТО, называйте стандарты кадрового менеджмента, военного кадрового менеджмента в цивилизованных государствах. Ну, так называйте. Ну, не может быть, то есть, на такую должность должен, обязан подбираться генерал, который имеет соответствующие критерии. Ну, во-первых, закончивший высшую, имеющий высшее военное образование, то есть, закончив военно-акаде. Оперативные такие, как оперативно-стратегинский факультет. Первое. Второе. Определенную выслугу лет, то есть, военное училище и прошедшие все ступени от командирозвода до командующего, занимающего должность оперативно, как минимум, оперативно-стратегическую или стратегическую. То есть, командующий сухопутных войск, если в нашем ситуации война-то у нас континентальная, нельзя, нельзя, надо же, если война континентальная, а тут решили назначить командующего военно-морских сил, да. На море войны нет, на море спецопераций, а тут туда, на это совершенно разные вещи. Или следующее. Тот человек должен обладать авторитетом вооруженных сил. Но самое главное другое. Он должен, этот человек не только, он должен вырасти и на следующей ступе. Есть такое понятие, все офицеры-карьеристы, все офицеры-карьеристы. Нечего поступать в военное училище, если ты думаешь, что за 25 лет пройдешь славный боевой путь. От командира первого до командира третьего взвода. Это у нас, как мы так смеялись, да. Уволился через 25 лет, а он старший лейтенант и прослужил только командиром взвода. Все карьеристы. Но подготовка офицера, почему четыре года обучен? Потому что он становится командиром взвода. А раз он становится командиром взвода, ему дают право командовать 30 людьми своими и вести их в бой. То есть он понимает, давая задачу, он понимает, что определенный процент солдат, которые он направил, они не вернутся, их убьют или ранят. Вы же понимаете? То есть это единственные люди, то есть военные во всех странах мира, единственные люди, которые посылают солдат на смерть. Это же меня вот бесит, меня вот прямо разрывает. Менеджмент, мы меняем военный менеджмент. Какой военный менеджер? Сначала назвал подоляк, вчера президент сказал в своем выступлении. Какой менеджмент у военных? У военных нет менеджмента. У вас есть командир. Командир, другого нет. Сейчас, согласно, мы переходим до других уже. То есть есть управляя, командует бой, мы управляем. Но это чуть-чуть разное, это все связано с ведением боевых действий. А то менеджер. То есть человек вырос, и назначать командира свода, командира бригады, сразу же на стратегию с должность нельзя. Теперь возвращаемся к, когда был назначен генерал Сырский, я его критиковал. Это кадровое назначение. Почему? Потому что генерал Залужный, извиняюсь, генерал Залужный критиковал. Почему? Потому что он перепрыгнул, его назначение он перепрыгнул через четыре ступени. Он сразу с оперативного звена, минуя оперативно-стратегическое, сразу перешел на высшую стратегическую долю. Я это критиковал. Но, слава Богу, слава Богу, что он за время войны стал настоящим генералом и обрел авторитет и то подобное. Это хорошо. Теперь генерал Сырский, он с оперативно-стратегическим направлением, командующий видом войск, перепрыгнул зам начальника генштаба, начальника генштаба и зам главкома. Три ступени. И вот я теперь задаю вопрос, задаю политический вопрос, очень важный. Вот это назначение, которое сейчас есть, будет ли такое же правильное, как вот было генералу Залужного? Еще раз говорю, я не говорю про фамилии, я говорю про принцип. И вот принцип, который произошел вчера, президент Зеленский сказал, мы обновляем всю военную верхушку. Да нет, это же не менеджмент, ну какой же, какую военную верхушку обновлять? Это же не колхоз, это же не, как его там, зерновая корпорация, когда один приходит, всех разгоняет, набирает новый для того, чтобы там что-то начать, денежный поток. Это совершенно другая структура. Это каждый человек, он обучен, он военноучилище, он командир развода, он профессионал своего дела. Какое обновление менеджмента? Как надо было сделать по уму, заканчивая, по уму. Президент имеет право менять главком? Имеет, имеет полностью. Значит, на его должность назначается первый зам главкома. Должность, да, такая должность есть, и конкретный генерал на этой должности есть. Следующее. Имеет президент то же самое, менять вопрос, связанный с начальником Генштаба? Имеет. На эту должность начальника Генштаба назначается первый зам начальника Генштаба. Но это бы означало, Олег Иванович, это все-таки из команды заложного, они этого не хотели. Еще раз, в армии нет никаких команд заложного. В армии есть, еще раз повторяю, армия это плоть от плоти народа и государства. Не бывает вооруженных сил Украины, потому что, еще раз говорю, я говорю, армия это сухопутные войска, а я говорю вооруженные силы Украины. Не бывает вооруженных сил Украины лучше, чем государство, чем народ Украины. Какой народ Украины? Такой государство. Какие граждане Украины? Такие генералы. Других генералов нету. Ну нет генералов других. Других солдат нету. Следующий вопрос. В статутах сбройных сил написано, что я вот пришел, меня назначили командиром, и я теперь всех меняю. А в статутах написано, именно с теми, кто есть, кривой, косой, тупой, еще какой-то, не имеет значения, вот они есть. И там написано, воспитывать, и командовать, воспитывать, и обучать. Вот так написано. А не то, что я приведу кого. Чему это может привести? Это может привести к вот такой, вы понимаете, врагу ворот. Но враг стоит возле Авдеевки, и в ближайшее время, как бы оно ни было, они пытаются сейчас рассечь нашу, я так думаю, мы будем это обсуждать, но они будут пытаться, сейчас они рассекают нашу группировку, то есть Авдеевский гарнизон, как только они рассекут, читайте, Авдеевка пропала. То есть там район Бревно, это так называемый ресторан Бревно, если они до туда выйдут, там тысяча метров осталось, все они рассекают группировку, и Авдеевка пропала. Это я к чему и пал. Но вопрос другой, что других нету, нет у нас других никого. И лозунг, я вижу, я, опять же, на ваших передачах, я всегда очень жестко критиковал лозунг, который с собой привел нынешняя команда президента Зеленского, мы имеем право на ошибку. Этот лозунг вредный, особенно в секторе обороны и безопасности. А особенно в секторе обороны вооруженных силах Украины. В Министерстве обороны, это Министерство обороны никакого отношения с броносилами не имеет. Это он там любого назначить, даже Тимофея Милованова, все равно он вреда много не принесет. Понятно? А это совершенно другое. Других, еще раз говорю, генералов нету. Так вот, если бы было назначено по процедуре, как происходит, например, сегодня что? Почему в цивилизованных странах таких проблем нет? Потому что процедуры, идет подбор, идет подбор по критериям, и все, вот я по этим критериям сказал. После этого эти подборы в их конгрессе и в Сенате, они все это все проходят. Сенатские слушания. После того, как их назначают, то есть когда они подают три кандидатуры президенту, и президент выбирает одного из них, так вот те, кто дает поданья на высшего, то есть на председателями комитета начальников штабов, несет за это политическое ответственность. Короче, по-другому это политическое. Короче, если вдруг произойдет, что Сенатский комитет по обороне, да, совершил ошибку и тот председатель объемного комитета не оправдал надежд. То есть он был снят в соответствии с законными процедурами, то тот, кто подписал и кто его выдвигал, политическое ответственность, они больше не будут ни сенаторами, ни конгрессменами. Поэтому они выбирают так все. И следующие там, для того, чтобы горячие головы не решили, что я начальник, ты дурак, их назначают на 48 месяцев. Не больше, 48 месяцев. Вот и определено. Так вот, что нам мешало? Принять все соответствующие законы. Хорошо, ладно, не успели, не на часе все было. Сейчас комитет по обороне и безопасности, по безопасности оборонной развитки отрабатывает законы к назначению высших должностных лиц, как оно берет лучшие примеры, опять же, говорю, армии Соединенных Штатов Америки, все это берется и воплощается в наше пространство. Я только за, я только за. Но в итоге это приведет, вот увидите, вот еще раз говорю, это приведет через определенное время, скажут, вот мы опять ошиблись, мы опять приводим новый кадровый менеджмент. Какой, еще раз, какой кадровый менеджмент вооруженных сил? И следующее, самое последнее на этот вопрос. Любые неправильные действия стратегического уровня, которые, принятие решений, которые спускаются вниз, приводят к гибели личного состава, уже исчисляемые. Если командир взвода ошибся, 30 человек погибнет, роты 100 человек погибнет. А если высший руковод, высший генштаб или главком, это будет принято, погибнет. Сколько у нас сейчас в вооруженных силах? Вот погибнет. Уже будем считать десятками тысяч наших украинских граждан, которые сейчас несут службу в вооруженных силах Украины. Вот, кстати, Олег Иванович, по поводу этой угрозы. Что ожидает президент от нового руководства вооруженных сил Украины? По заявлениям на столе должен появиться реалистичный подробный план действий на 2024 год, с учетом реальной ситуации на поле боя, сейчас и перспектив, такие вот задачи у Зеленского поставлены новому руководству. При этом есть мнение от издания The Economist, что увольнение заложенного – это новый этап войны. Но Зеленский мог ошибиться. Александр Сырский имеет репутацию у человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь. Сырский вызывает противоречивую реакцию среди офицеров, и издание задается вопросом, сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой заложенного, чтобы переориентировать свое видение войны на победу. Вот это ключевая фраза, которую The Economist задает. Но Зеленский мог ошибиться. Умеров вроде бы там критиковал и потом упрекал заложенного, что заложенный не предоставил план на 2024 год. Но выход ли в 2024 году, чтобы наш план был только, уж простите за такое высказывание, также закидывать мясом фронт? Ну, во-первых, кто такой Умеров? Кто это такой? Вообще, нет, я знаю. Ну, в секторе обороны, кто он такой? И его команда. Они нанесли своими дебильными, неправильными решениями по принятию закона, первых, их закона про мобилизацию, ущерба в качестве неподступления налогов от 30 до 50 миллиардов гривен. И за это еще к ним привлечь к ответственной сенатам. Каждый месяц Ниталуха заявил, Ниталуха, председатель экономического комитета, заявил, что мы потеряли 3,5 миллиона человек, мы их найти не можем. То есть есть они в Украине, но их нет. 3,5 миллиона. Так вот, посчитайте. Эти 3,5 миллиона выпали из официальной работы. Но они же не-то работают. Работают. А раз они работают, они получают где-то деньги в темную. А раз получают деньги в темную, значит они не платят. ЕСЭВ 22%, ПДФО 18%, 1,5% военный сбор. С учетом, я бы взял минимум, с учетом. Просто оберите, считайте. Теперь с учетом 7,100 минимальная заработная плата, хотя больше получают, 7,100. Так вот, возьмите эти пропорции и выйдет. 9 миллиардов, 950 миллионов гривен, ежемесячный набор налогов, поступления. А у нас налоги идут куда? На обеспечение вооруженных сил. Еще у меров это что-то там будет раскатывать. Это первое. Второе. Вы меня спросили первым вопросом, что-то изменится? Ничего не изменит. Почему? Потому что, не, оно может измениться, если противник вдруг решит полностью уйти в запой, значит ничего не видит, что происходит на фронте, значит полностью закрыть глаза, закрыть свой, ликвидировать свой военно-промышленный комплекс, перестать набирать добровольцев, 600-1000 человек ежедневно набирают, ну и тому подобное. Кремль закрыт, все ушли бухать, да? Ну тогда такой шанс есть, это нормально. Я считаю, это все будет нормально. Но они ж у них, они набирают обороты. Не знаешь, что выпустили сейчас интервью, интервью Путина с Тагером Харксоном, да? Это ж не просто такое интервью, вот решил тот американский журналист приехать, и Путин его принял, и в Кремле давал интервью. Вот просто так, раз, оно и произошло, да? Ну это как это, вы, это, не знаю, будете у меня спрашивать, пусть политологи вам это рассказывают, да? Ну это, это, это знаковое интервью, это очень знаковое. Так вот, в итоге ничего не изменится, это первое. Почему? Потому что для того, чтобы воевать, необходимы соответствующие ресурсы. А ресурсы поставляет кто? Вооруженные силы ведут боевые действия, а ресурсы кто поставляет? И отвечает за оборону страны. Кабинет министра Украины, а конкретное персональное лицо, министр Борелин обороны, фамилию которого мы уже упоминали, в СУИ, да, вот, совсем недавно. Он за это все отвечает. Какой ему план обороны, ему нахера этот план обороны нужен? Вот ему он, зачем он нужен? У него задача другая. Он берет заявку от Генерального штаба, сколько необходимо всех видов вооружения, номенклатуру. Ему Генштаб дает, он берет эту заявку, едет туда, в Вашингтон, едет, он большой начальник тыла. Он это все собирает, все, что мог, собрал, привез, отдал вооруженным силам. Так вот, если вооруженные силы будут все обеспечены этим, все будет хорошо. А я, насколько понимаю, там большие проблемы, большие, я мягко, видите, я как мягко говорю, там большие обеспечения вооруженных сил, которые сейчас показывают на линии боевое соприкосновение. Ну, в частности, например, 155-мм или 152-мм артиллерийских снарядов, ну и т.д. и т.п. Поэтому каждый должен заниматься, каждый баран должен носить свою шерсть, а не рассказывать, что там что-то происходит. Меня особенно, знаете, умиляет, когда на первых этапах у миров показывали карту военной, и у миров смотрят в карту. Вот это, знаете, меня умиляет. Я вообще такой думаю, вот он, карта, что там увидит в этой карте, что он там поймет. Ну ладно, это тема, это назначение людей, которые, ну сейчас уже перестал уже возле карт фотографироваться, слава богу, это уже, наверное, кто-то подсказал. Пусть, а если будут, например, с мешком, пусть дровами займется. До сих пор Минобороны не выписала, выведела финансированные дрова для наших солдат, которые находятся на линии боевого соприкосновения. Почему до сих пор волонтеры туда ездят и возят все необходимое теловое обеспечение, а не Минобороны обеспечивают. Это же его задача. А он навещал ему план обороны. Что там он поймет в этом плане обороны? Третий. Как в свое время говорил Пригожин, только он говорил, обращался к Шейгуа, мы можем сказать Кумерову, где боеприпасы? Ну вот, сейчас военные скажут, где боеприпасы. Вы же понимаете, это то же самое. Один к одному. Мы все зеркалим. Один к одному, что у них было. Враг у ворот, берем страну противника, враг у ворот, они военный бунт устроили. Оба-на. У нас враг у ворот, проблема, проблема, почему, потому что с обеспечением, линия боевого соприкосновения, отдельные территории все-таки может придется отойти, отойти войскам придется. А мы тут начали меряться политическими рейтингами. У кого какой рейтинг? Вот тут рейтинг. Достали рейтинги, положили на стол и теперь меряются. Мальчики-песочницы, меряются рейтинги. Может уже пора переходить от политики, становиться государственными деятелями. Так еще раз, еще раз повторяю, важный, это не тезис, это аксиома, это закон, это закон войны. Это война, это больше политическая составляющая, чем военная. Если брать вот войну, вот война 100%, да, то введение боевых действий это процентов 25, а 75% это гражданская структура. Понятно, это граждан. Так вот, не может быть армия лучше и сильнее, чем общество, чьей армия это является. Это самое основное. А все остальные волонтеристские решения, которые принимаются, вот давайте мы шаблями пойдем всех, всю русню перерубаем. Ну, у нас мы показывали, 23-й год показал, что ждали, что русня побежит, она, блин, взяла и не побежала. Кстати, я на вашем канале говорила, айсейна не побежит. Кстати, вам ведь, айсейна побежит, что мы делать будем. Где план Б? А плана Б нема. Ну, нема плана Б. Вот, что ж тебе работает. И после, вот я еще отвечаю на вопрос. 24-й год будет войной, войной дронов. А война дронов, это война оборонительная. Никаких наступательных действий, в принципе, быть не может. Потому что сам по себе президент Зеленский, он мне тоже в декабре заявил, и сейчас заявляет, что мы встали в тупик. Фронт в тупике, он стоит, он тупик этот стоит. Позиционный тупик, он стоит, он не двигается. Звинуть его невозможно. Тем более, противник накопил на каждой линии, если брать по 50-70 тысяч человек, 50-70 тысяч своих вооруженных сил полным боекомплектом, которые стоят на шести линиях, на шести направлениях. и ждут, когда начнет приходить тот прекрасный мобилизационный резерв 50+, сейчас 43+, а будет 50+, уже скоро 55+, и когда дедушки начнут воевать. Это прекрасный мобилизационный резерв будет приходить. Это я к тому, к чему это может привести. Олег Иванович, я кратко, я же все-таки вернусь. Мы начали разговор по поводу Сырского. Говорят о том, что его называют украинские солдаты и мясником, и что он, ну, скажем так, не считает жизни солдат по сравнению с заложенным, он имеет гораздо меньшую поддержку. В целом, насколько это может быть угрозой в самой армии, поскольку дестабилизация нам в нынешних условиях совсем не нужна? Я бы никакие ярлыки бы не привешли. Еще раз говорю, это больше ярлык. Значит, все, все, кто понимает в вопросах вооруженных сил, кто знает, генерал Сырский, профессиональный генерал, прошел все ступени, является, именно кадровый, кадровый офицер, генерал, прошел все ступени, является профессионалом в свое дело. Это первое. Второе. Значит, меня сейчас больше волнует другое. Еще раз говорю, он назначен, и всех, то есть, и всех, кто есть, он самый, самый первый кандидат был среди них. Это действительно так. Я уже объяснил по категории. Третье. Меня сейчас больше интересует начальник генерального штаба. Кто будет назначен начальник генерального штаба? Если начальником генерального штаба, если сейчас генерал Шаптала подаст в отставку, он уйдет, должен быть первый зам начальника генерального штаба. Если придет кто-то со стороны, с оперативного звена, это будет катастрофа. Но со штаб сам по себе, это, Игорь, это не, ну, это долго объяснять, но генеральный штаб, это мозг вооруженных сил, а главное оперативное управление, это мозг генерального штаба. Там работают самые, там служат самые высокопрофессиональные офицеры. Называются полковники генерального штаба. Это такая, ну, так они называют. Это лучшие офицеры-операторы, лучшие офицеры, которые умеют, обладают штабной культурой. Это совершенно другая жизнь. То есть это другие люди. Не может быть командир, командир, который, вот есть командный, а есть штабный офицер. Так вот, командир идет по своей линии, по командной, а штабный идет по своей. Потому что это другое мировоззрение. Это называется, знаете, он сел, и целый день карты рисует, цифры, и считает, аналитический склад. Командир это вскал, скачал, пошел, личный состав, там прошел. командир это, вперед такой, лидер. А начальник штаба, это тот, который все считает, все командира сдерживает, дает предложение командиру. Это первый замкомандира, он дает предложение, чтобы все рассчитывали. Помните, я когда рассказывал про, когда готовили, утверждали на ставке летнюю, план летней военной кампании, оперативный план летней военной кампании 23-го года, к вот этим картам, пояснительная записка, толстая, помните, я рассказывал, который никто не читал. Кстати, почему-то обвинили генерала Залужина, что он виноват, якобы виноват, что летняя военная кампания прошла неудачно. Подождите, план этот утверждался на ставке, члены ставки несут персонально ответственность за этот план, и голосуются коллегиально. Так вот, если бы он сказал, да, мы виноваты в том, что мы утвердили такой план, мы несем ответственность. Политики, политическую, военную, военную, я только за. Так, если они за это проголосовали, так они все тогда, тогда откроем, давайте откроем стенограмму, но у нас все секретное, все равно потом она откроется, будет расшифрована, и посмотрим, кто как голосовал, кто говорил, это отличный план, и мы посмотрим дальше. Это года через 2-3, мы это все равно будем расшифровывать. Потому что в итоге окажется, те, кто сейчас рассказывает, а вы в итоге голосовали, говорили, что это отличный план, каждый несет персональную ответственность за то, что происходит. Так вот, если вы в вооруженных силах и вообще-то в любом подразделении один из самых главных лиц, он не второй и не первый, то есть это начальник штаба, это тот, который считает, тот, который является мозгом, мозг, мозг подразделения. Так вот, если будет принято волюнторическое решение, я считаю, это приведет к катастрофе. Я об этом и говорю, к катастрофе. Если будет принято взвешенное решение, начальником генерального штаба будет назначен тот и потом вот по той ступени, что говорил, это ничего не приведет, в принципе, и дальше будут вооруженные силы работы. Еще, в 2024 году, в этом году эта война дронов, никаких наступлений никаких не предвидится. Российская Федерация только и ждет, чтобы мы пошли в наступление. Только этого и ждут. Я же, помните, рассказываю про линии, кто не созредочили личный состав. Но, если тупо идти в лоб, ну, естественно, получим, получим то, что может провести катастрофу. И вот, Олег Иванович, кратко, еще напоследок, спрошу ваше мнение по поводу того, что происходит на фронте и, в первую очередь, в общем, в целом. The New York Times пишет, Украина не будет внезапно разгромлена без военной помощи от США, но вскоре может начать медленно проигрывать. А Wall Street Journal и Washington Post пишут, «Скорее всего, фронт рухнет где-нибудь, как это произошло с врагом в 22-м году на Харьковщине. Чем это аргументирует? Дефицит?» во-первых, во-первых, вот в настоящее время, вот на сегодня, да, 09-02-е, позиционный фронт крепок, он стоит, и профронт это живой организм. Он двигает, может, 100 метров, 200 метров, километры, туда-сюда, это не имеет никакого значения. Он крепок. Никаких предпосылок, что он рухнет? Нет. Это первое. Второе. Что делает противник? Противник сейчас накапливает ресурсы, о чем я уже говорил, на каждом стратегическом, на каждом оперативном направлении, на чего? Для того, чтобы изыскивать, проводить сейчас так называемую разведку боем, атаки, разведку боем, они небольшими группами, для чего? Для того, чтобы изыскивать наши слабые места. Что такое слабые места? Слабые места, это то, которое оборонять намного сложнее, чем его оставить. Ну, другими словами, Бахмут. Была больше политическая составляющая, чем военная. Его надо было просто оставить, мы бы, мы это слабое место ушли. А то же самое Авдеевка. Сейчас, как бы не было, сейчас можно перейти на подготовленный второй эшелон, это даже в военном плане это было бы намного лучше. Потому что сейчас, опять же, они через начисленные сооружения не обходят Коксахим, Авдеевский Коксахимический завод, между Коксахимом и Песчаным карьером, там у них озеро, Донецкое море, как-то они называют, если там товарищество, садовое товарищество, Ивушка, там дорога, сейчас они железная дорога, вышли к железной дороге и под мостом, километры где-то до ресторана Бревно, которое полностью может перерезать нашу дорогу, которая идет логистически, обеспечивает наш гарнизон. Если не разрежут, вот этот разрежут, в итоге получится, что само по себе гарнизон Авдеевский надо будет уже выводить. Задача любого, при наступлении или при осаде, делать, вот есть подразделение, вот стоит оно, его надо разрезать на две части, потом четыре, потом легко уничтожать. Понятно, о чем я говорю? Так вот, они сейчас на две части режут, потому что Авдеевский Коксахим это то же самое Азовстальное, то же самое укрепрайоны, пробиться там невозможно, они просто сейчас его окружат, а раз окружат, значит уже все, по окружению потом будет та же самая ситуация, как с Азовстальным. Так же самое по жилой застройке, там это еще есть Зенит, там Чебурашка, если с левой стороны, Царская Охота, Южный Фланг, еще на, смотреть там, то же самое, вот они выравнивают всю линию фронта. Так вот, в итоге, что сейчас опасно? Опасна вот Авдеевка, опасно еще Купинское направление, но Купинское направление опасно в не самом Купинске, Кисловка, да, моя память, на меня Кисловка, а вот Табаевка, Крахмаловка, они южнее Кисловки, они вот туда выходят, они сейчас пытаются будут заходить, вот они в наш гарнизон, который вот так хранят Табаевку, вот на это будут использовать, с юга уже бить на Купинск-Узловой, там хорошо воюют, там все нормально воюют, но, когда вот они действуют не в лоб, идут, а пытаются разрезать, разрезают, разрезают, медленно, спокойно, без всяких, без всяких местных штурмов, то это в итоге приводит, что они в день, где-то 100-200 метров на отдельных районах, а иногда и километр, продвигается, мы отходим, мы продвигаем отсюда, так вот, что задача на зиму 24-го года, как я вижу, по Купинскому направлению выйти на реку Оскол, то есть до Купинска, Купинску-Узловой взять, река Оскол, потом Лиманское направление, там Терны, там ниже его, я забыл, населенный пункт, то же самое по Осколу, то есть опять же по реке Оскол, следующее вниз идти, там северское направление, вырезать, вот уступ есть, вот тоже самое, уступ разрезать, Авдеевка тоже, то есть по-другому они равняют фронт, выравнивают фронт, вот они сейчас выравнивают фронт, что у нас сейчас есть политическое, тактический участок военных действий, который носит политический характер и всего линии фронта, это Белогород, который единственный населенный пункт Луганской области, который до сих пор не оккупирован, сейчас ведутся очень там серьезные бои, так вот, если, это вот это политическое, это я понимаю, надо его держать, потому что как только мы его ставим, заявят, все, Луганская народная республика, в кавычках, состоялась, вот это политическая составляющая, понимаете, что я говорю, а все остальное, это не является политикой, все остальное, это военная, военная необходимость, но у нас политики все превозносят, все это, знаете, как вот, ну сценаристы, они там, продюсеры, это все превозносят, больше в эмоциональную составляющую, но это эмоциональное составляющее ведет к проблемам в вооруженных силах, а раз в проблемах в вооруженных силах, это связано с, с поставкой боеприпасов к тем, что происходит в Киеве. В войсках-то это видят? Ну, войсках-то видят. Вот теперь задайте тебе вопрос. Вот вы сами ответьте. Вот ответьте на мой вопрос. Вы командир бригады или комбан. Воюете. Воюете, да? У вас был главком генерал Залужный. Вы выполняли приказы, которые были дегрективы, которые шли от главкома. Потом ни с того ни с сего главкома Залужного снимают. И вы находитесь на командном пункте своего батальона или бригады и думаете. Так что, теперь я выполнял команды главкома Залужного, значит, все команды были неправильными? Значит, что-то не то мы выполняли? Да, хороший вопрос. Это я говорю о том, что на низу думать. Значит, все остальные истории, что бунт, какой буря, это все херня. Это мы отбрасываем, я даже и слушать это не хочу. Но вопрос такой, что само по себе сейчас начинают задумываться. Ага, значит, что-то не то. Да, генерал Свердский уважает, уважаемый генерал, все нормально. А за что его сняли? Я понимаю, если бы генерала Залужного повысили в должности, например, министром обороны. Повышение, да? Или премьер-министром. Повышение? Повышение. Или, например, секретарем МРНБО. Повышение? Повышение. Или, например, первым замом президента страны. Повышение? Повышение. Вот если бы так было. Может быть, я вот вижу, я это тоже, вы тоже мониторите, как пишут. Сегодня должно быть какое-то сообщение о назначении генерала Залужного. Может, вот такие должности, я которые сказал, и будет реализован. Я тогда только буду хлопать. Значит, вот те вопросы, которые в войсках думают, скажут, да, нашего главкома повысили. Значит, мы правильно все делали. Значит, вперед, товарищи, выйдут зомболиты. Ну, воспитатели сейчас их убрали. Ну, командиры скажут, товарищи солдаты или там панасов, все то-то. Все нормально, все хорошо. Даже кременья можно туда послать, чтобы он учил солдат разговаривать на державной мове. Я только за. Только мне интересно, как его там встретят в окопах. Ну, ладно, это тема другой передач. Да, и вот как раз, друзья, я хочу вам напомнить, что эти передачи являются... И вы их можете увидеть на канале Олега Ивановича Старика. Обязательно посетите, подпишитесь. Ну, и также не забудьте Стариковские среды с Вадимом Юрьевичем Карасевым и военно-искусство. Друзья, вас приглашаем, будем рады видеть. Как говорят, добро пожаловать. Конечно же, много полезной информации вы там найдете. А Олегу Ивановичу желаю еще больше подписчиков. Ну, и также доброго здоровья. До новых встреч на нашем канале Политека на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok